Ульяна Муратова Тринадцатая дочь Книга первая Задача первая Учиться Глава первая О том, как я соглашаюсь на сомнительную поездку Закрыв рабочую почту, я глубоко вздохнула и улыбнулась Повезло! Нет, серьёзно, опять повезло! Анфиса смотрела из-под лобья Её такие ситуации всегда бесят А сидящая рядом кудрявая Ленка только посмеялась Она лёгкая и независливая Поэтому мы с ней хорошо сдружились, несмотря на разницу в возрасте А вообще мне с людьми не так просто сходиться Потому что мне патологически везёт Думаете, это такой шикарный жизненный бонус? Тут как посмотреть С одной стороны, приятно приходить на остановку И тут же садиться именно в свою маршрутку С другой, мало вокруг людей Которые могут искренне порадоваться тому, что ты выиграла в лотерею Восьмой раз Вот и сейчас Томас повздыхал в ответ на моё щебетание И срочно отгрузил десять пар сапог С бесплатной доставкой Одной из дочек нефтедобывающей компании внезапно понадобились десять пар очень редких сапог Ни у кого в наличии их не было Но я настолько оперативно договорилась о поставке Что их уже отгрузили вместе с другой партией товара И приедут они в Москву на следующей неделе В общем, купила я их по 63 евро за пару Забрала у Томаса со склада остатки Как раз десять пар, которые оказались скидочными И непрекаянными А продаст их Дмитрий Геннадьевич По 27 544 рубля и 17 копеек Вот такая конвертация по внутреннему курсу нашего комдира Почему-то он торговал товарами исключительно вот с такими неровными ценниками Видимо, для солидности Дмитрий Геннадьевич Это наш коммерческий директор Хваткий мужик с железной печенью Который уже исколесил весь Дальний Восток и крайний север страны В конторе он бывал наездами И уже через неделю офисного труда Желание прибухнуть с кем-то из отделов техники безопасности Или снабжения очередного предприятия Гнало его обратно на севера Но в связи с тем, что из своих запоев он привозил Многомиллионные спецификации на поставки Ценили его очень высоко Работу он любил до одури Разбирался в спецодежде Потрясающе А запои себе смиренно прощал Скорбно признавая свое и мировое несовершенство Его заместителем и была Леночка Которая обладала двумя несомненными талантами Быстро и четко выполняла все поставленные задачи И умела разгадывать пьяную речь Дмитрия Геннадьевича Причем никто не мог понять, как именно ей это удавалось Бывает, звонит он из очередной командировки Э-ч-ка-ик-э-псавка-бург-ик-да? Добрый день! На Ямбург я отгрузила неделю назад Думаю, что через пару дней уже будет на месте Что-то еще Э-к-ки-же Да, защитные очки тоже отгрузила Я вам там коробку оранжевым скотчем пометила Чтоб вы не искали Вот так они и общались Самое интересное, что ни разу Лена не ошиблась в том, что ему требовалось Иногда он слал фотки, где на размокшие салфетки разными почерками кто-то вывел странные каракули Мы в офисе называли их бухаероглифами Любую алку письменность она оперативно расшифровывала Формировала в ответ коммерческое предложение и отправляла сразу в виде факса или письма Иногда Дмитрий Геннадьевич не мог четко сформулировать, кому именно адресовать коммерческое предложение Поэтому просто высылал селфи с нужным персонажем Эти задачки Ленка тоже щелкала, как корешки Потянувшись и посмотрев на часы, я предложила Девчонки, пойдем обедать, сил уже нет никаких Да, принюхалась Ленка, там, кажется, пирожки сегодня Или беляши, весомо добавила Инна Беляши мы тоже уважали Вам лишь бы жрать, раздраженно бросила Анфиса Она уже вторую неделю сидела на диете, поэтому мы не обиделись Периодически каждый из нас проходил этот этап Когда мнилось, будто пятая точка станет меньше, если отказаться от сладкого и мучного То ли мы отказывались слишком ненадолго, то ли дело еще в чем-то Но пятая точка только росла, а вместе с ней росли раздражительность и желание убивать Всего нас в кабинете сидело семеро, и назывались мы отделом закупок Нашей начальницей значилась Леночка И по-хорошему сидеть бы ей в отделе продаж Но ей у нас больше нравилось Поэтому она числилась заместителем по закупкам Все запросы от Дмитрия Геннадьевича обрабатывала всегда только она Когда кому-то на почту приходило письмо для Лены, его тут же перенаправляли ей По синей лавочке Дмитрий Геннадьевич обычно не мог вспомнить ее адрес электронной почты Поэтому писал первому попавшемуся сотруднику Кстати, других Лен в компании принципиально не нанимали Взяли пару лет назад одну тезку Так она чуть не сорвала важную поставку, когда получила такое письмо Вины ее, конечно, в этом никакой Но Дмитрия Геннадьевич уперся рогом и девушку уволили, выплатив хороший бонус Начальница Елена была исключительно номинальной, поэтому мы прекрасно дружили, общались и получали на совещаниях абсолютно на равных Чаще, конечно, похвалу, но и нагоняя случались Когда я уже накинула легкий приталенный пиджак поверх платья, в кабинет зашел молодой мужчина Слегка запутавшись в рукаве, я не сразу его рассмотрела Только, отметив, как жадно пожирала его глазами Анфиса, обернулась Сердце пропустило три удара, а желание глупо захихикать стало просто непереносимым Из дальнего угла кабинета хихиканье таки раздалось, ведь мы Инна с Танькой не сдержались Вообще кабинет у нас просторный, но с появлением этого индивида он сразу сжался до размеров подсобки «Здравствуйте, коммерческий отдел, дальше по коридору», — максимально вежливо сказала ему я, пока рядом замерла Ленка с дебильным выражением лица Оставалось только рот открыть, и картина «Колхозник при виде Ленина» стала бы полной Обсмотреть было на что Высоченный красавчик, касая сажень в плечах, пепельно-волосый, с янтарно-карими глазами, взгляд которых не оторвался от моего лица Тонкая темно-синяя водолазка обтягивала всю его могучую анатомию самым провокационным образом Бедный, наверное, не смог найти нужный размер Джинсы плотно облегали мускулистые ляжки Интересно, это к нам стриптизеры из Сизами пожаловали? Что ему тут нужно? Лабораторные очки, чтобы бабы слюнями не забрызгивали? Или сапоги, противоскользящие, чтобы на этих слюнях ноги не разъезжались? А то джинсы-то лопнут В общем, не жизнь, а сплошные трудности Он, наверное, и мусор в маск-халате выносит, чтобы соседки не кидались на амбразуру его возмутительной сексапильности «Извините, у нас обед, коммерческий отдел, дальше по коридору», — чуть раздраженно повторила я Немного рассердила реакция девочек на этот образчик мужской красоты Того и гляди, пол закапают А в столовой, между прочим, пирожки Их сейчас раскупят более расторопные коллеги Обед? Тогда пообедаешь со мной Полностью проигнорировав мое предложение отправиться в коммерческий отдел, ответил стриптизер Голос у него, естественно, был глубокий, низкий и приятный до мурашек Гадство какое-то, а не голос «Извините, у нас закрытая столовая только для сотрудников», — вежливо ответила я «Тут рядом есть ресторан», — ответил он И тут я поняла, что водолазка слишком туго обтягивала ему шею, передавливая ток крови к голове Наше предприятие находилось в промзоне Рядом не то что ресторана, замызганной шурмячной не было Вообще ничего не было, даже тротуара Ближайший островок цивилизации — проходная завода с неизменной вахтершей Зинаидой Павловной «Рядом...» — это где? — в Твери? — саркастически поинтересовалась я, за что удостоилась семи взглядов Одного удивленного мужского и шести осуждающих женских «Можно и в Твери», — покладисто кивнул стриптизер Я скривилась, но не люблю настолько красивых мужиков Будучи жуткой собственницей, в жизни не выдержу отношений с парнем, при виде которого у большей части женского населения возникает желание отдаться прямо на месте «Извините, это шутка», — набрав в легкие воздуха, пояснила я «Смешная», — без эмоций согласился он, и Инна хихикнула Краем глаза я заметила, что улыбается не только она «А вот я, незанятая, с удовольствием разведала бы, где тут у нас ресторан недалеко», — томно проворковала Анфиса «Эк, ее приложила, то ли от голодной жизни, то ли от вида нашего визитера, который, кстати, до сих пор загораживал проход На Анфиску он даже головы не повернул, а я мысленно выругалась «Игнорирует ее он, а нервы трепать она будет мне» «Вот как прекрасно сложилось, берите Анфису и с ней обедайте, а мы пойдем в столовую, пока там пирожки не раскупили» «Думаю, что уже раскупили», — очнулась наконец Ленка «Как тебя зовут?» — проигнорировав мое гениальное предложение, спросил стриптизер «Лейла Ахмедовна, заместитель начальника отдела закупок», — представилась я «А вы по какому вопросу?» «Видимо, по вопросу закупок», — задумчиво ответил он, продолжая сверлить меня взглядом «Девушка я, конечно, видная, но лучше бы он меня видел издалека, например, из Новосиба» «Тогда приходите после обеда, вас проконсультирует Инна», — нахмурилась я А в помещение попытался войти Дмитрий Геннадьевич «Извините, разрешите протиснуться?» — жизнерадостно пробосил он посетителю и таки проскользнул в отдел «Девочки, почему не на обеде? Лен, что там с отгрузкой на Астрахань?» «Уже почти собрали, до конца дня будет готово, там небольшая пересортица на складе, но все же выяснили и положили правильные позиции, я проконтролировала» «Хорошо, тогда марш на обед, сегодня короткий день, нечего тут рассиживаться, а вы к кому?» Камдир явил визитеру харизматичную улыбку, уже прикидывая, о чем с ним можно было бы выпить Серая рубашка натянулась на округлом животе, а в мутно-глубых глазах мелькнул задорный огонек К Лейле Ахмедовне, наконец оторвал взгляд от меня странный посетитель Прошу вашего разрешения похитить ее до конца дня, по вопросу закупок Я улыбнулась, ожидая, как ловко камдир сейчас отбреет красавчика, у него с нахалами разговор короткий Дмитрий Геннадьевич тряхнул сидеющей шевелюрой и беззаботно улыбнулся «Айн, момент, любезный, Лейла, по спагам же все решено уже?» Он вопросительно посмотрел на меня, пришлось кивнуть в ответ «Тогда свободно, до понедельника, нечего в офисе стулья протирать, если вся работа сделана А вы оставьте, пожалуйста, визитку, будем хоть знать, кто похититель И приглашение на свадьбу прислать не забудьте» Камдир подмигнул визитеру, чем вызвал шок у меня, а у Анфисы гримасу зависти Взяв визитку, начальник подхватил меня под локоток, буквально впихнув стриптизера И заставив потерять равновесие, я едва не рухнула в объятия незнакомца Тот глубоко вздохнул, поймал, аккуратно придержал за талию и повел рукой, пропуская остальных на выход Пока я приходила в себя, подбирая слова, девочки двинулись из кабинета гуськом Отпрянуть от красавчика уже не получилось бы, не устроив драку в проходе между столами Стоило коллегам покинуть кабинет, как красавчик посмотрел мне в глаза, растянул губы в совершенно шальной улыбке И, продолжая придерживать за руку, двинулся к двери «А мое согласие вам что, не требуется?» Заортачилась я на выходе из здания, когда уже немного очнулась и поняла, что меня в неизвестном направлении ведет какой-то незнакомый двухметровый мужик Хотя подозревать его в намерении изнасиловать, наверное, глупо К таким девчонки обычно сами в постель прыгают «Требуется, но не думаю, что смогу его получить в этой обстановке» «То есть вы считаете, что дело в обстановке?» — фыркнула я «Конечно, а в чем еще?» Так искренне удивился он, что я не выдержала и рассмеялась Он тоже улыбнулся в ответ, но причины для веселья у нас явно были разные «Так, во-первых, отпустите мою руку Во-вторых, скажите, куда вы пытались меня утащить В-третьих, объясните, кто вы такой «Мы с тобой идем обедать, я все объясню, тебе ничего не угрожает» В его словах чувствовалась такая уверенность, что я мысленно махнула рукой «Ну что он мне сделает в людном месте? Покусает» «Последний раз я ходила на свидание почти полгода назад, так почему бы и нет?» «Деньги есть, хватит даже на самое фешенебельное московское заведение С работы отпустили аж до понедельника, ну и зачем сопротивляться?» При самом плохом исходе у меня просто появится новая история о дурацком свидании Видимо, почуяв слабину, он аккуратно направил меня в сторону клиентской стоянки На улице оказалась зябка, и я невольно поежилась «Замерзла?» «Подожди, в машине согреешься» Заметил он, и я как-то даже растерялась от такой заботы А стриптизеры, оказывается, неплохо зарабатывают Увидев новенькую BMW M8 ярко-синего цвета, я чуть не присвистнула «И как зимой клиренса хватает?» Поинтересовалась я «Не знаю, я зимой на другой езжу» Бросил он, открывая для меня пассажирскую дверь «Какие мы галантные, надо же» Представив его на уазике посреди сугробов, я села в машину и пристегнулась Он сел рядом и завел мощный мотор Спустя короткое время мы выехали на трассу, проехав мимо как минимум трех ресторанов «Там мы только что проехали три ресторана», — начала нервничать я «Зачем этот красавчик утянул меня с работы? Чтобы молча увести на другой конец географии?» «Они не очень хорошие» «С чего вы взяли?» — удивилась я «Не только стриптизер, но и ресторанный критик» «Надо же, какой разносторонний тип» «Небось, еще и политолог, и вирусолог, и психолог, и нумеролог, и орнитолог, и гинеколог» «А нет, но по запаху чую», — ответил он «Батюшки, еще и одоролог» «И куда мы едем?» Скептицизм в таких количествах я давно никому не отгружала «В хорошее место» «И вы меня потом отвезете обратно домой?» «Обязательно, как только ты об этом попросишь» — ответил он, не отрывая взгляда от дороги «Какое-то время мы ехали молча, а потом я все-таки решила проявить любопытство «Не скептицизмом единым, как говорится» «А чем вы занимаетесь?» «Недвижимостью» «Работаете в агентстве?» «Можно и так сказать» Каждую фразу он словно выталкивал из себя, оказалось, что говорить ему тяжело «А я как раз присматриваю квартиру в Зеленограде, накопила на первый взнос» «Может, вы мне что-то рекомендуете?» «Застройщиков, на которых обратить внимание, или, наоборот, опасаться, если вы работаете в этой сфере» «Я не занимаюсь квартирами, в основном промышленными и коммерческими объектами» «Ясно. Я, в общем-то, уже сама начала присматриваться, но страшно как-то. Столько историй про черных риэлторов, про какие-то махинации, даже не знаешь, чему верить. Одни друзья говорят, что если ипотека, то банк сам все проконтролирует, другие предлагают каждую букву проверять. Может быть, у вас хотя бы юрист грамотный есть, которого вы могли бы рекомендовать» «Тебе не нужна квартира в Зеленограде» «Что, простите?» «Я аж поперхнулась от такого заявления. По-моему, там мило, есть очень симпатичные улицы. Мне больше нравится, чем в Москве. Вернее, там тоже есть хорошие районы, но они мне уже не по карману. Я сама квартиру покупаю без помощи, поэтому ценник имеет значение» «Сама покупаешь? А как же мать?» «Он впервые обернулся ко мне». «Странно, почему он спросил про мать, а не про обоих родителей». «Мама погибла. А с папой я очень редко общаюсь и просить у него ничего не стану. Я работаю уже четвертый год, откладываю и в лотерею выиграла». «Сколько тебе лет?» «Двадцать три. А вам?» «Почему-то я упорно не хотела говорить ему «ты», хоть он и выглядел довольно молодо. Вряд ли старше тридцати». «Мне больше», — буркнул он и замолчал. «Мы неслись сквозь осенний день, обгоняя машины. Я уже жалела, что согласилась на эту авантюру. Помолчать могла бы и дома, без риска попасть в ДТП. Хотя незнакомец вел машину уверенно, возможно, он еще и автогонщик. Наконец мы свернули с трассы и проехали через странные ворота с КПП. После них дорога стала идеально гладкой, с аккуратной разметкой ни ямки, ни мусора вдоль трассы. Первый же указатель удивил. Название поселка было написано на двух языках — на русском и неизвестном, отдаленно напоминающем то ли арабский, то ли еврит. От основной дороги то и дело лучами отходили съезды, издалека виднелись недешевые современные дома. — Это какой-то элитный поселок? — решила я нарушить тишину. — Можно и так сказать, — ответил он и снова замолчал. У него что, слова платные? — А где мы находимся? Вы здесь живете? — Мой дом там дальше, в глубине. Мы в национальном парке Завидова. — Я не знала, что тут есть поселки. Все выглядит очень ухоженно. — У нас особые условия проживания. — У нас? У кого? — Понятно, у кого. — Класс, объяснил так объяснил. Не в бровь, а в таз. Еще минут десять ехали в тишине. Он сосредоточенно вел машину, а я изо всех сил старалась не захлебнуться сарказмом. Бред какой-то получается. Вот какой смысл было ехать? Разговаривать он явно не хочет, тянуя из него клещами каждое слово. Смотреть на его прекрасный профиль. Аризон. — Машина, конечно, приятная, да, и пахнет тут очень хорошо, чем-то едва уловимым, знакомым. Но в остальном так приятно пахнет, но не могу понять, чем. Это ароматизатор у вас такой в машине? Нет, — отрезал он и широко улыбнулся. — А вы всегда такой разговорчивый. Прямо слово вставить некуда. Под дело я. Он коротко хохотнул и отвечать вообще не стал. Следил глазами за дорогой. Я тоже уставилась в окно. Завез меня в чертову глухомань. Сюда такси в случае надобности будет стоить, как чугунный мост. — Куда мы едем? — Почти приехали. Это радует. Если честно, то я не ожидала, что вы так далеко меня увезете, — упрекнула я, хотя особого волнения не испытывала. Легкое раздражение, да? Это особенное место. Что-то не верится мне, что он недвижностью занимается. Там все-таки надо с людьми уметь общаться, а ему с такой коммуникабельностью только и вертеться вокруг шеста. Молча. Не обязательно вести философские беседы, чтобы тебе в трусы напихали много денег. Хотя это я, конечно, зря. Не походил мой внезапный похититель на того, кто станет заниматься чем-то подобным. Тем временем мы подъехали на парковку у странного здания в модернистском стиле. Ни вывески, ни опознавательных знаков. Лишь лес отражается в затемненных стеклах. Стены отделаны серым и шоколадно-коричневым камнем. Фасад выглядит современно. Только вот это не ресторан. «Извините, вы говорили, что мы едем в какое-то заведение. Обедать», — обернулась я на визитера. «Да, мы приехали». «Куда? Тут ни вывески, ни указателя». Он повертел голову и немного удивленно ответил. «И правда, нет вывески. Как-то не обращал внимания. Но это ресторан для своих». «И кто эти? Свои? Каннибалы-дегустаторы?» — разозлилась я. «Знаете, я передумала. Я не голодна. Отвезите меня домой, пожалуйста». «Это ресторан. Просто без вывески», — терпеливо начал объяснять он. «Действительно, это же настолько типично для ресторана. Они, как правило, максимально скрывают свою деятельность, чтобы никто не догадался», — съязвила я и скрестила руки на груди. Легкое раздражение потяжелело и оформилось в недовольство. «Хорошо. Жди здесь». Он вышел из машины, оставив меня одну, и скрылся в недрах неопознанного объекта недвижимости. Спустя буквально минуту из двери выскочили два молоденьких парня-официанта. Один с подносом, на котором стоял пустой фужер, а второй с меню и винной картой. Оба замерли в шаге от машины. Следом вышел незнакомец. Открыл пассажирскую дверь, протянул мне меню и карточку, на которой значилось «Ресторация» и номер телефона снизу. Всё. «Добро пожаловать! У нас сегодня на обед полагается дичь в клюквином соусе форель на гриле, ломтики лосося в соусе тиреяки утка с апельсинами, затороторил парнишка с фужером. Выглядел он очень молодо, но ростом и комплекции не сильно уступал моему сопровождающему». Второй официант стоял молча, создавал массовку, но ростом тоже вышел на ура. Почему я так акцентирую на этом внимание? Я сама для девушки довольно высокая, метр семьдесят семь, и парни мне нравятся такие, чтобы голову приходилось запрокидывать. Но высокие воздыхатели почти не попадаются. А какие попадаются, кроме роста, ничем похвастаться не могут. Вот как с незнакомцем. Внешность многообещающая, а толку чуть. Он, кстати, протянул руку, приглашая вылезти из авто и почтить своим присутствием секретный ресторан. Вздохнув, я сдалась. И не знаю, что сыграло большую роль в решении голод, любопытство или желание посетить дамскую комнату. Продолжение следует...